Я хотела бы пополнить транспортную карту. В связи с федеральным законом, принятым 3 августа, пополнение транспорта карт осуществляется только безналичным путем. Только по безналу. Пополнить же карту транспортную можно только лично, посетив отделение любого банка. В связи с изменением в федеральный закон, все транспортные карты стали пополняться безналичным путем. Для простого жителя ничего не поменялось. Он точно так же приходит в наши филиалы. Берет с собой паспорт и пополняет с любого счета, открытого в Сбербанке. Как уверяют в банке, по сути, ничего не изменилось. Если карты или счета нет, то их можно бесплатно открыть в любом отделении. При себе необходимо иметь паспорт. Чаще всего обращаются пенсионеры за пополнением льготных проездных билетов. Количество людей, которые обращаются, достаточно большое. Более того, в каждом отделении установили терминалы регионального информационного центра. По ним можно проверить количество оставшихся поездок. Также эту информацию можно уточнить и у специалистов банка. Никаких изменений не произошло. Достаточно удобно пополнить транспортную карту. Я могу это сделать как утром, идя на работу, так и вечером. Потому что по городу Орлу достаточно большое количество отделений Сбербанка. В дальнейшем систему пополнения карт планируют усовершенствовать. В настоящее время правительство региона совместно с Орловским отделением Банка России разрабатывают карту жителя Орловской области. Она будет совмещать в себе функции транспортной и платежной карты. Наталья Чуйна, Ирина Волкова, телеканал Первый областной.